МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Летний гололед. В городе второй день идет снег. Синоптики обещают неутешительные прогнозы. Сегодня день пограничника. Парни в зеленых фуражках возлагают цветы и обещают восстановить копию ордена Красной Звезды, которую вандалы сняли с памятного БТР. И финальный аккорд. Подведены итоги традиционного футбольного турнира Двор без наркотиков. Итак, в ноябрьский гололед за три дня до начала календарного лета природа весьма сурово напомнила, что мы живем на крайнем севере. И сюрпризы со знаком минус, это что касается температуры воздуха, вполне возможно. Так, сегодня в первой половине дня термометры показывали 2 градуса ниже нуля, а порывы ветра достигали 27 метров в секунду. Автомобилисты, которые уже переобули машины в летнюю резину, отчаянно штурмовали подъемы на дорогах, а пешеходы балансировали на тротуарах. По информации синоптиков, к первым числам лета в ноябрьске, если и потеплеет, то ненамного. В ближайшие дни нам обещают максимум плюс 5, но опять же с ветром, а ночами даже до минус 2. Между тем, в городе сегодня обсуждали предстоящий пожароопасный сезон. Совещание на эту тему прошло под председательством губернатора округа Дмитрия Кобылкина. Даже на самом высоком уровне, когда идет подготовка к тушению пожаров, все зависит от штормового ветра. Если ветер сильный, то остановить пожар практически невозможно. Это самое страшное, что может быть в момент, когда идет пожар, если сильный ветер. Вот здесь очень будет тяжело. Но думаю, что главное, чтобы люди были предупреждены и самое главное, чтобы не было человеческих жителей. Обсудить общий уровень готовности региона к пожароопасному периоду в наш город съехались главы четырех муниципальных образований, представители окружного департамента природоресурсного регулирования, а также руководители силовых структур и само собой лесничеств. Открывая заседание, глава региона напомнил, что прошлым летом огненная стихия в округе разгулялась как никогда. За короткое северное лето произошло около 700 лесных пожаров. Не допустить катастроф и человеческих жертв удалось ценой немалых сил и средств. Было потрачено более 300 миллионов рублей. Причем основное финансовое бремя легло именно на окружной бюджет. В этом году тушить пожары в регионе будут сразу несколько организаций, имеющих на это рецензию. Кроме того, будут привлекаться добровольные дружины. Из докладов присутствующих ясно. Определенная работа проводится, но ее явно недостаточно. 39 лесничих за год выявили 182 нарушения. 4,5 на каждого. Ну и целых 30 нарушений в месяц на одного лесничества. Можно такую работу назвать высокоэффективной? Вообще, я скажу, что у нас в прошлом районе есть такая правовольная народная дружина, которая позволяет дружеской работе прокуратуры уволить на нарушение присяги. Так он один в прошлом году выявил больше нарушений, чем связь, чем, ну, наверное, не больше, ну, половину, что столько, сколько все, 9-24 месяцев за год. Я еще хотел бы рассказать вам, что вот репетация ветхого временного жилья, которую вы взяли номер один в моей программе как губернатора, я ее останавливать не собираюсь и завершу все до конца. Ну а перед совещанием делегация побывала в ноябрьском лесхозе. Здесь Дмитрий Кобылкин оценил обновление технопарка. В этом году ведомству удалось приобрести пять так называемых газушек, четыре лесохозяйственных трактора, десяток уазов, патриот, несколько кировцев, а также два трала и навесное оборудование для тушения пожаров, знаменитые в профессиональных кругах лесные плуги. Все эти новинки станут отличным подспорьем в борьбе с возможными пожарами, уверены специалисты. Особенно если учесть, что на покупку техники деньги не выделялись 10 лет. На обновление парка в этот раз ушло 70 миллионов рублей. Куплено на совместные деньги, на субъектовые вместе с федеральными деньгами. Это была федеральная программа, каждому субъекту в количестве от горимости от лесов доставалась техника. Чтобы понять, кто готов в случае необходимости выйти добровольно на тушение пожаров, фонд общественного мнения провел опрос. Получилось, что те, кто когда-либо состоял в двух и более общественных организациях, чаще, чем опрошенные в целом, готовы не только принять участие в добровольческих акциях, но и выступить в качестве их организаторов. 36% участников опроса допускают для себя возможность в будущем безвозмездно работать в инициативной группе. Если делить количество опрошенных по полу, то получается, что готовы объединиться ради благого дела 79% опрошенных мужчин и 53% от числа опрошенных женщин. К неготовым 17 и 35% соответственно. А вот затруднились ответить только 5% респондентов сильного пола и 12% от числа дам. Но если в лесах, как правило, причиной пожаров становятся сухие грозы, то на городских улицах огонь, причем осознанно разводят сами люди, просто выходят во двор и поджигают сухую траву. Только в этом году на подобные возгорания пожарные выезжали 40 раз. Четверых таких спасателей природы уже привлекли к административной ответственности, еще несколько дел находятся на рассмотрении. Уже имелось несколько случаев распространения горения от костров на хозяйственные объекты, на инженерные коммуникации с их повреждением. Если произойдет распространение горения на какие-либо объекты защиты с причинением крупного материального ущерба, человек уже будет нести уголовную ответственность в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации. Наркополицейские сегодня уничтожали вещдоки в огонь. Они отправили 562 грамма одурманивающих веществ. Это амфетамин, марихуана, гашиш, маковая соломка и другие психотропные средства, изъятые в 2012 году. Те, у кого были обнаружены эти запретные запасы, уже осуждены по уголовным статьям и отбывают наказание. Но есть и те, кому встреча с Фемидой только предстоит. Так, в этом году наркополицейские возбудили 89 уголовных дел. Из них 61 за сбыт наркотиков и 5 за содержание и организацию наркопритонов. Изъято с начала года более 5 килограммов сильнодействующих веществ, в том числе 10 граммов героина, более 65 граммов марихуаны и более 3 килограммов гашиша. Сегодня свой праздник отмечают пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. Без преувеличения можно сказать, что празднование этого дня исчисляется сотнями лет с момента возникновения первых централизованных застав. Служба пограничников очень опасна, но очень почетная. Всем, кто имеет отношение к этому дню, свои поздравления передает депутат Тюменской областной думы, начальник департамента регионального развития «Газпромнефти» Сергей Белкий. Уважаемые ветераны пограничной службы, живущие на Ямале, поздравляю вас с профессиональным праздником Днем пограничника. Мужество и самоотверженность качества, которые всегда позволяли нашим пограничникам оберегать мир и спокойствие граждан страны. В нашем округе проживает не один десяток людей, которые отдали много сил и энергии служению Родине, укреплению ее государственной границы. Здоровья вам, бодрости и оптимизма. Дальнейших свершений в благородном деле по воспитанию молодого поколения на традициях верного служения отчизне. С лозунгом «Пограничные сутки» с 20 до 20 ноябрьские парни в зеленых фуражках начали отмечать свой праздник еще накануне в 8 часов вечера. У нас дозор, начинается развод в 20.00-27 числа. Мы получаем приказ на охрану государственной границы. Ну то есть получается, что у вас сутки не как у всех начинаются в 0 часов, а в 20? В 20.00. А сегодня уже 28 числа в полдень по традиции ноябрьские пограничники собрались на площади памяти. Они возложили цветы к монументу славы. А вот и на площади паленой юности они отправились уже вечером. В этом году в связи с тем, что праздник выпал на рабочий день, торжественный митинг решено было провести в 18 часов. Кстати, днем после возложения пограничники разошлись не сразу. Они еще около получаса общались, вспомнили годы службы и высказали свое мнение по поводу того, что на границу с недавнего времени солдат-срочников больше не призывают, туда едут контрактники. И заявили о том, что года службы для пограничников очень мало. Они местности изучат пока все, да. Учебка 6 месяцев, потому что они должны все уметь, со всем оружием учиться, как обращаться, поэтому как бы да. В пограмм войска всегда были серьезные войска, там служили специалисты в первую очередь. И в пограмм войска был серьезный отбор, даже когда призывали срочников. Вот. И это обуславливается тем, что довольно-таки серьезная специфика службы, сложная, аппаратура, техника, которую надо освоить. Я считаю, что специалисты, которые будут по контракту служить, все-таки они больше принесут пользы на границе и с большей отдачей будут служить, чем срочники. Я хочу поздравить тех парней, которые сейчас служат на границе, контрактников, срочников. Поздравить их, чтобы они служили, независимо от того, что они госслужат, чтобы они служили, как мы служили, достойно. Ура! 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 Кстати, самая обсуждаемая тема сегодня среди ноябрьских воинов-интернационалистов – поиск пропавшей звезды. Найти ее никак не удается. Напомню, в середине мая с некогда боевой машины, а сегодня памятника всем ноябрьцам, которые воевали в Афганистане и других горячих точках, была украдена увеличенная копия Ордена Красной Звезды, награды, которую вручают солдатам за боевые подвиги. На броневой машине, которая установлена на площади опаленной юности, деревянная звезда продержалась два года. Снег, ветер, дождь оказались ей не страшны, а вот против людского вандализма она не устояла. Сегодня воины-афганцы говорят о том, что если даже найти звезду не удастся, копию боевой награды они обязательно восстановят. В любом случае это будет, с какого материала, ну уже тоже надо выбирать, потому что если будет тонкий металл, при сварке его поведет, будут блики. Надо выбрать такой, чтобы он соответствовал и по сварочному, и по размерам. Будем, наверное, скорее всего сажать его, приваривать, чтобы уже, как говорится, противовандальные методы уже как-то исчерпаны эти были. Продолжим после блока спортивных новостей. Боксер Муай-Тай Павел Кузнецов вернулся с победой с очередных соревнований. Он сражался за право выступать на соревнованиях всероссийского масштаба. В первом бою наш Павел встретился со спортсменом из Челябинска. Второй бой был с представителем Нижневартовска, и он оказался сложнее. Этой победой Павел обеспечил себе путевку в финал. Теперь спортсмен готовится к соревнованиям в масштабе страны, которые в августе пройдут в Кемерово. Надо сказать, что так же, как и Павел, с высокими результатами, еще двое воспитанников Олега Зинера вернулись с соревнований. Только проходили они уже в Анапе. Прошли соревнования в городе Анапа, шестые игры юношеские, юноборств. Там у нас в рамках этих игр проходило два турнира, всероссийские игры и первенство страны. На первенство страны мы выставили двух парней, и на игры получили две медали бронзовые. Парни впервые выступали на этом уровне. Так что для нас это маленькая победа. Финальный аккорд в Ноябрьске подошел к концу традиционный футбольный турнир «Двор без наркотиков». Напомним, в этом году участие в нем приняли 32 команды. Это рекордный показатель. Матчи прошли сразу на трех площадках. Мини-стадионе «Газпромнефть», а также на многофункциональных кортах возле шестой и третьей школ. Все они были построены при спонсорской поддержке организатора турнира компании «Газпромнефть». «Газпромнефть». Чтобы наши дети, в первую очередь дети, занимались спортом, вели здоровый образ жизни, чтобы они не шарахались, не болтались во дворах, а действительно занимались спортом, становились более сильными, мужественными. Ну и, соответственно, это наше будущее, это будущее нашей компании. «Двор без наркотиков» – это, конечно, не Лига чемпионов УЕФА, но и здесь без борьбы сдаваться никто и не думал. Иначе говоря, проходных матчей на этом турнире не было. Каждый футболист бросался в борьбу без оглядки, выкладывался на полную катушку. Все ради заветной цели – участия в финальных играх. Самый динамичный, яркий, просто феерический футбол подарили зрителям команды из самой старшей возрастной группы – 96-98 годов рождения. Это была последняя заключительная игра турнира, и те, кто ее дождался, испытали невероятные ощущения. Футбол держал всех в напряжении уже с первой минуты встречи. В борьбе сошлись вторая и тринадцатая школы. С первых же минут тринадцатая дала понять – уступать они не намерены. Игроки сборной этой школы буквально вцепились в мяч. Результат не заставил себя долго ждать. К перерыву на табло горели неутешительные для второй школы цифры – 3-0 в пользу соперника. Во время паузы среди болельщиков провели лотерею. Шарфы с символикой «Зенита», мячи с автографами футболистов питерского клуба и главный приз – айпад последнего поколения. В общем, те, кто просто пришел насладиться игрой, не остались в накладе. Самой удачливой оказалась вот эта девушка. И возвращаясь к футболу, во втором тайме заключительного матча страсти накалились до предела. Школа номер два была готова на все, лишь бы отыграть голевой дефицит. Но, увы, все, на что хватило футболистов – один гол. Тринадцатая же и не думала сбавлять обороты. И на пропущенный гол ответила еще триплетом. Итого 6-1. Команда наша титулованная, призов мы уже много первое место завоевали. Им не первый раз выигрывать. Ну, настрой какой был? Только сражаться на первое место. Потому что для нас, для нашей школы, второе место – это поражение. Ну, первый матч нам не удался, мы первую игру проиграли с отчетом 4-0. И думали, что у нас турнир не удастся, но мы не сдались. Мы тренировались, смотрели свои ошибки. Все участники турнира, вне зависимости от занятого места, получили от организатора соревнований заслуженные призы и памятные подарки. Особо отличившиеся были отмечены отдельно. Лучшие вратари, защитники и игроки атаки получили соответствующие награды. В направлении развития спорта, развития спортивной инфраструктуры компания «Газпромнет» уделяет большое внимание. Считаю, что это необходимо. Видите, результат участия ребятишек в этих мероприятиях показывает, в правильном направлении движемся или нет. Детям есть чем заниматься. Мы можем быть спокойны в том, что в принципе в ноябрьске растет здоровое не только физически, но и духовно поколение. Насколько мне известно, взрослые тоже хотят играть в футбол, в турнир и участвовать уже чуть ли не в следующем году. Я думаю, что эту тему мы тоже рассмотрим совместно с компанией «Газпромнет» при совместном таком участии. И уже в следующем году на этом поле соберутся не только дети, но и взрослые команды. Двор без наркотиков вырос, пожалуй, в один из самых значимых детских турниров в ноябрьске. Привлекательный, демократичный, самый массовый. И главное, у нынешних мальчишек и девчонок кумирами вновь становятся сильные духом, здоровые и уверенные в себе спортсмены, на которых они стараются равняться. В «Газпромнефт-Ноябрьскнефтегазе» завершилась спартакиада среди коллективов предприятия. По традиции, завершающим этапом соревнований стал легкоатлетический кросс. Этот вид спорта у нас заключительный в нашей спартакиаде, который мы проводили по 11 видам спорта. И легкоатлетика является у нас обязательным видом спорта. Поэтому у нас максимальное количество участников сегодня. Чтобы не получить штрафные, надо обязательно участвовать в этом виде программы. Первыми стартовали женщины. Как говорится, дамы вперед. Марш! Следом бежали мужчины. Здесь страсти, конечно, накалились. Самым зрелищным получился последний забег. Болельщики поначалу даже сделали ставки на то, кто же придет первым. Результат оказался непредсказуемым даже для самих спортсменов. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Занимался футболом, ноги не подвели. Выносливости хватило, чтобы дойти до конца. Ну, это где-то открылось второй дыхание, что суперники все остались позади. Да, 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 скорее всего так просто, да. Попробовал и смог, и удержал. За третье место в забеге боролись сразу трое спортсменов. Вот уж поистине воля к победе. Тем не менее, несмотря на показательные результаты, по итогам лучшее время среди мужчин показал Михаил Маргунов. На втором месте по результатам забега Руслан Ахмедзянов замыкает тройку лидеров Дмитрий Батурин. В забеге среди женщин лучший результат у Лисан Мухтаровец. Второе место у Александра Емельяновой, третье у Светланы Дашковой. Результаты забега повлияют на общий итог команды в Спартаке Азии. Победителей наградят на праздновании Дня нефтяника. У нас еще впереди очень много соревнований, которые будут носить личный командный характер. Еще много соревнований по различным видам спорта. Так что скучать не придется, будем еще соревноваться. Кирилл Мигель, Ксения Епишева, Александр Иванов и Виталий Харченко. Новости нашего города. Ну и последнее. В пятницу мы подведем итоги конкурса «Мы на отдыхе». В 9 часов утра голосование будет окончено. И автор фото, набравшего большее количество голосов, получит специальный приз от нашего спонсора компании «Северавто Ямал» iPad Mini. А на сегодня ситуация выглядит таким образом. Пока наибольшее количество голосов набрала фотографии Алены Максимовой. 1984 голоса. Напомню, эта же фотография была лидером прошлой недели. На три сотни голосов отстает Алла Стукальская. 1653. И всего на 67 голосов ей уступает фото Натальи Порубаевой. Напомню, голосовать можно до 9 часов утра 31 мая. И на сегодня у меня все. Прогноз погоды через несколько секунд. И я желаю вам всего хорошего и до свидания. Партнер программы – магазин «Подис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 29 мая в Санекарте небольшой дождь. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Температура плюс 4 градуса. Ураленко переменная облачность. Ветер северный до 7 метров в секунду. Температура 4 градуса выше нуля. В ноябрь исключительная облачность. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. Температура плюс 7 градусов.